В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Могут ли люди с хроническими заболеваниями прививаться от COVID-19? Не каждое хроническое заболевание, во-первых, является противопоказанием. Выборы в молодежный парламент при Совете депутатов Ленинского городского округа завершились. Считаю, что молодежь – наше будущее, на молодежь – наша надежда. В этом году физкультурно-спортивному комплексу ГТО исполнилось 90 лет. Я в школе сдавал ГТО, и мне хочется оставаться по-прежнему каким-то школьником. Можно ли делать прививку против COVID-19 людям, имеющим хронические заболевания? На этот вопрос ответили врачи Видновской районной клинической больницы, которые посетили Центр социального обслуживания «Вера» и провели лекцию на тему прививочной кампании. Здесь же на месте слушателям было предложено вакцинироваться. О тех, кто воспользовался услугой, расскажет Юлия Погосян. Людмила Мехкова решение делать прививку против коронавируса приняла быстро. К ней часто приезжают дети с внуками. Надоело бояться заразиться самой и представлять опасность для родных. Поэтому незамедлительно воспользовалась первой появившейся возможностью вакцинироваться. А потом возраст, и болячки есть, поэтому ему может легче будет. Вы думаете, после прививки будете свободнее себя чувствовать? Я думаю, да. Безопасно будет для детей, для себя. Для таких же сознательных пенсионеров, как Людмила, Центр социального обслуживания «Вера» организовал на базе учреждения временный мобильный комплекс. Без посещения поликлиники, без очередей, получатели услуг Центра смогли вакцинироваться первой или второй фазой препарата против COVID-19. Это очень даже удобно для наших пожилых людей, такая форма обслуживания. Они не испытывают неудобства, они ждут здесь в нормальных условиях, без всякой очереди. И заодно они могут посмотреть про наш Центр, то, что у нас здесь активное долголетие, какие мы проводим здесь мероприятия. Перед прививкой у получателей услуг была возможность пообщаться с представителями Видновской районной клинической больницы. Врач Тимур Асанов рассказал пенсионерам о вакцине, которые сейчас прививают от коронавируса, пояснил, как происходит вакцинация, кому показано и противопоказано. Последних, как выяснилось, очень мало. Не каждое хроническое заболевание, во-первых, является противопоказанием. И, во-вторых, противопоказанием на сегодняшний день является лишь обострение хронического заболевания. И наоборот, лица с хроническими заболеваниями входят в ту категорию граждан, которые должны в первую очередь вакцинироваться. Также лица возраста 60 плюс категории должны тоже вакцинироваться в первую очередь. Видновские врачи ставят перед собой задачу вакцинировать как можно больше людей, ведь только коллективный иммунитет способен побороть коронавирус. Для этого необходимо, чтобы 70% населения имели антитела COVID-19. Юлия Погасян, Сергей Ларин и Катерина Давлятова, ВиднетВ. Выборы в молодежный парламент при Совете депутатов Ленинского городского округа завершились. Проголосовало 625 человек. На избирательные участки приходили организованными группами от школ, учреждений, общественных объединений. Чтобы поддержать активную молодежь округа, к выборам присоединились и молодые члены общественной палаты муниципалитета. Ведь, как известно, предельный возраст для голосования – 35 лет. Считаю, что молодежь – наше будущее, на молодежь – наша надежда, поэтому надо активно их поддерживать и быть с ними в одном ряду. Члены участковой избирательной комиссии осуществили несколько выездных голосований. В 9-ю и 11-ю школу города Видное, а также в институт. Учащиеся к приезду представителей УИК готовились, развесили плакаты и информационные стенды. Суммарно проголосовавших в 11-й школе было около 190 человек. Также наши коллеги были в 9-й школе. Школьники приходили на голосование и с огромным энтузиазмом голосовали. Избирательный участок закрылся в 6 часов вечера. Буквально через несколько часов на официальной странице Молодежной территориальной комиссии появилась информация о победителях. Лидером прямых выборов стал Илья Пономаренко. За него свои голоса отдали 252 человека. Второе место у Ивана Грачева. На третьем в рейтинге голосов Артемий Болотенков. Молодежный парламент, на мой взгляд, это очень важный орган, потому что молодежь должна быть у нас активной, и, соответственно, она должна что-то делать. Поэтому Молодежный парламент – это очень важно. Будет способствовать, чтобы вся молодежь объединялась и делала крутые вещи. Всего путем прямых выборов в новый созыв молодежного парламента при Совете депутатов Ленинского округа отобрано 10 человек. Еще 5 кандидатов участия в голосовании не принимали. Их делегировали общественные организации муниципалитета. Ребята из Филимонковского детского дома «Солнышко» любят и умеют принимать гостей. Сегодня к ним приехали воспитанницы психоневрологического интерната села Остров, с которыми у воспитанников «Солнышко» – давняя дружба. У каждой стороны были припасены сюрпризы и подарки. Все чувствовали себя на одной волне. Татьяна Брылова расскажет подробнее. Вот так встретили гостей воспитанники Филимонковского детского дома. Старшие ребята здесь очень творческие, поэтому подготовка танца была интересной, и каждому нашлась роль в композиции. Девушки из Островского ПНИ от души аплодировали, а после чего представили свой сюрприз. Дело в том, что они приехали не одни, а с клоуныцами, которые организовали для всех конкурсы и эстафеты. Это точно интересно, это здорово. Это не только для наших ребят, но вот и девчонки сегодня приехали, а какие-то девчонки из нашего интерната, нашей воспитанницы. Вот сегодня обнимались, целовались, были очень рады видеть. Говорили, ой, как мы вообще хотим уже в детский дом. Наши хотят, скорее всего, куда-нибудь, наоборот, взрослеть, да, а те, которые повзрослели, хотят вернуться. Ольга – бывшая воспитанница этого детского дома. Давно не была здесь, но говорит, что все осталось, как и прежде, знакомым. И место, и дорогие сердцу люди. Тут все хорошее. Тут все хорошее было. Любили тебя здесь? Да. Ты это чувствовала? Да. Скажи, а вообще, вот сегодняшняя встреча для тебя чем дорога будет? Я встретила работу на директор. Андрей – воспитанник филимонковского детского дома. Парень очень творческий, в танце заводит всех. Вот и в последнем состязании кто кого перетанцует, он был в лидерах. Есть время, когда я могу выплеснуть энергию, подарить людям радость, улыбки. Я из-за того, что сам не умею улыбаться, я вижу, как другие улыбаются. И мне от этого радостно, и я улыбаюсь с ними. Трогательные подарки подготовили островитяне. Сами сшили несколько десятков мягких игрушек, которые обязательно полюбятся ребятами из филимонок. К слову, девушки в островском ПНИ очень рукодельные. Чьем, вот, например, картины вот разные всякие, вяжем, пляшем, танцуем, там, поделки вот разные, вот это вот все. То есть у вас все рукодельницы? Все, все, все. Еще на память о встрече решили отметиться на плакате, на котором большими буквами написаны простые, но важные слова. Каждый, кто хотел, смог изобразить свою ладошку в знак искренней дружбы между двумя, такими схожими по назначению интернатами. Поддерживать дружеские отношения между нашими учреждениями и чтобы девочки наши не теряли связь, корни с тем учреждениями, где они выросли, где они достигли зрелого возраста. А потом была сладкая вата, чай с плюшками и пирожными. И дети, и взрослые с детскими душами очень любят сладкое. Татьяна Бролова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Сегодня в нашей студии детский гинеколог-врач детской поликлиники Анна Филилеева. С ней мы поговорим о профилактике такого заболевания, как вирус папиллома человека. Здравствуйте, Анна Дмитриевна. Здравствуйте. Тема довольно щепетильная, но, как я понимаю, есть вещи, которые нашим зрителям, особенно, наверное, мамам и папам, знать необходимо. Да. Папиллома вирусной инфекции в настоящее время является глобальной медико-социальной проблемой в связи с высоким ростом заболеваемости. И онкогенным потенциалом данного возбудителя. Так как вирус папиллома человека является наиболее вероятной причиной рака шейки матки. В России ежедневно выявляется 48 новых случаев заболеваемости этим страшным заболеванием. И каждый день умирает 17 женщин от рака шейки матки. В цивилизованном мире заболеваемость от ВПЧ-ассоциированных заболеваний имеет тенденцию к снижению. А в Российской Федерации, к сожалению, прогнозируется в два раза увеличение к 2030 году. Рак половых органов у женщин не передается по наследству, как считалось ранее. И уже доказано, что причиной этого смертельного заболевания является как раз-таки вирус папиллома человека. В 99% случаев рак шейки матки выявляется одним из типов ВПЧ. Это 16-18, самые онкогенные типы. Этот вирус может поражать не только женщин, но и мужчин. И поскольку у него нет характерных признаков или симптомов, большинство людей даже не знают, что являются носителями данного вируса. После проникновения вируса папиллома человека в организм, события могут развиваться тремя разными способами. Первый вариант – это бессимптомные. То есть никакой клиники, никаких проявлений. То есть это большинство так, да? Думаю, да. Никакой клиники, то есть мы не будем наблюдать. Второй вариант – это развитие кандилом. Кандилом – это такие кожные разрастания, наслизистые на коже, и выглядят они как цветная капуста. И третий, самый печальный, так скажем, вариант – это возникновение предраковых заболеваний или рака. У женщин это рак шейки матки, у мужчин может быть рак антигенитальный, анальный и другие виды рака. А с чем связано такое разнообразие в протекании болезни? Да, дело в том, что вирус папиллома человека – это не один вид вируса, а сейчас их насчитывается более ста видов. То есть имеется более вредоносно или менее. Если вы заразились, к примеру, ВПЧ шестым или одиннадцатым типом, то у вас, скорее всего, будет доброкачественное развитие кандилом. Если же шестнадцатый, восемнадцатый тип, то есть это высокоонкогенные, это приводит к раку как раз-таки шейки матки у женщин. А как хорошо, как этого избежать, если мы уже подошли к этому вопросу? Да, на сегодняшний момент существует надежное средство защиты – это вакцинация от как раз-таки высокоонкогенных типов ВПЧ. В нашей стране используются два вида прививок – это гордосил и церварикс. Обе вакцины импортные, и стоит заметить, что живых вирусов там не содержится. То есть, сделав эту прививку, человек никак не может заразиться вирусом папиллом человека. Перед тем, как проходить такую вакцину, то есть, я правильно понимаю, необходимо сделать обследование? Во-первых, хочу отметить то, что вакцина делается до начала половых отношений, то есть это делается подростком, начиная с девяти и до семнадцати лет. Естественно, это будет общий осмотр, чтобы ребенок был здоров, не было никаких катаральных явлений, проявлений ОРВИ, ОРЗ. То есть, в общем-то, исследований конкретно на ВПЧ, в данном случае в возрасте подростковом, не требуется. То есть, правильно я понимаю, что, в принципе, цель, скажем так, вашего прихода в нашу студию – это обратить внимание папы и мам, родителей на то, что это не просто можно сделать или хотелось бы сделать, а это сделать, по сути дела, необходимо. Да, потому что в начале нашего разговора я обратила внимание, насколько в нашей стране большие цифры и рака шайки матки, и большая высокая смертность. Естественно, что мы можем сделать? Это помочь нашему будущему поколению, будущим матерям не заболеть, и для этого у нас существует, соответственно, профилактика этой вакцинации. Ну, надеюсь, что наша беседа поможет нашим зрителям обратить внимание на эту действительно серьезную проблему. Спасибо, что пришли к нам на эфир. Пожалуйста. А я напомню, что мы беседовали с врачом-гинекологом Анной Филилеевой. К другим новостям. Мероприятие под названием «Посвящение в юные музыканты» состоялось в детской школе искусств поселка Горки-Ленинский. 12 первоклассников продемонстрировали свои умения родителям и преподавателям. «Посвящение в первоклассники» – многолетняя традиция, и в том, что мероприятие проводится не в начале учебного года, а весной, есть строгая логика. Дети к этому времени уже прошли три четверти и уже что-то научились делать. Ну, и традиционно, для того, чтобы посвятить ребенка в музыканты, он должен что-то сыграть. Поэтому традиционно после каникул делаем. Всего в Дыши поселка Горки-Ленинский учатся 189 учеников. С ними работают 14 преподавателей. Сегодня 12 первоклассников представили концерт из 19 номеров. Главные зрители в зале – родители. И они не сидят сложа руки, активно снимают видео для семейного архива. Но не все дети выступают впервые. Младшая группа ансамбля народной песни «Потешка» уже имеет опыт, да еще какой. На окружном конкурсе «Здравствуй, Масленица» они заняли одно из призовых мест. Поет в ансамбле «Потешка» и Алиса Польшакова. Кроме этого, в концерте в честь посвящения в юные музыканты она исполнила пьесу на фортепиано. Свою любовь к учебе в Дыши Алиса объясняет просто. Тут красивые мелодии, красивые песни, и учители очень хорошо нас учат. И такие вежливые. А мама Алисы, Любовь Польшакова, среди других родителей волнуется, глядя на одно из первых выступлений дочери. Очень трогательный момент, когда ребенок, это первое выступление ребенка и на фортепиано, и с ансамблем. Когда ребенок понимает, что его посвящают музыканты, очень переживает, нервничает. Соответственно, как бы родители тоже очень нервничают. Важный момент, когда родители должны быть рядом, поддержать своих детей. После того, как прозвучали последние аккорды концерта, началась торжественная часть, в ходе которой ребята принесли клятву юного музыканта. Всегда клянемся музыку любить. Клянемся! Сальфиджио и хор не пропускать. Клянемся! В финале вечера все артисты получили свидетельство юного музыканта. Когда зародилась традиция проводить подобные концерты, сейчас уже никто не вспомнит, но она бережно сохраняется преподавателями Дыши, чтобы напомнить ребятам, что музыка – дело серьезное. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В этом году физкультурно-спортивному комплексу ГТО исполнилось 90 лет. В России его возродили 7 лет назад. С тех пор ежегодно в начале апреля проходит Единый день ГТО. В этом году около 100 человек пришли во дворец спорта города Видное, чтобы проверить уровень своей спортивной подготовки. Единый день ГТО собрал в зале Дворца спорта города Видное более 80 человек. На торжественном открытии 12 участникам, сдавшим комплекс во второй половине прошлого года, вручили знаки отличия ГТО. Своё золото получила и Надежда Пиюк, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Видновской школы номер 5. Сегодня, да, сегодня наши ученики тоже сдают ГТО. И больше того, скажу, когда сдавала я, сдавали тоже мои ученики. И бегали мы с ними вместе на металлурге. Я для них оказалась на дорожке примером. Единый день сдачи ГТО во всей Московской области проводится с 2014 года, накануне Дня здоровья. Казалось бы, такой праздник должен собирать только выпускников, ведь этот значок пригодится им в будущем при поступлении. Однако в этом зале собрались любители спорта всех возрастов. Алексей Куликов уже сдавал нормы ГТО два года назад. Недавно он перешел на десятую ступень. Ему исполнилось 60. В единый день ГТО мужчина решил подтвердить, что все еще готов к труду и обороне. Я в школе сдавал ГТО. И мне хочется оставаться по-прежнему каким-то школьником немножко где-то и сдавать ГТО. Я уже сдал лыжи, успел, вот с того, как начал таять снег. И тоже хорошо сдал. И вот сейчас пришел сюда. И плавание я тоже буду сдавать. Видно. Сегодня и совсем юные ребята, которые попадают на первую ступень комплекса, с удовольствием идут сдавать нормативы ГТО. Как замечают в муниципальном центре тестирования, раньше подобного рвения не было. Стали приходить младшие классы, причем со словами с теми, что мы не для поступления, хотим проверить, насколько мы можем и в дальнейшем уже сдать уже на золото в старших классах. Одним из таких ребят стал Лев Корезин. Недавно он сдал нормативы по плаванию. Но на этом не остановился. Юный спортсмен загорелся идеей получить золотой значок. Какой бы ты совет дал тем ребятам твоего возраста, которые тоже захотят принять участие? Ну, чтобы не бояться. В этот день участники смогли пройти 9 испытаний. Настоящий аншлаг был в коридоре. Здесь сдавали стрельбу из электронного оружия. И хотя этот норматив необязательный, у каждого он вызвал неподдельный интерес. На сегодняшний день центр тестирования ГТО продолжает принимать заявки на сдачу комплекса. Всю информацию можно найти на сайте Дворца спорта «Города Видное». Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.